Кипяток в кране верная примета зимы. Абаканская ТЭЦ не жалеет угля, чтобы согреть воду и отопить весь город. Правда, при получении квитанции по квартплате такое благо уже не кажется совсем обоснованным. Более 10 заявлений от абаканцев поступило в жилищную инспекцию на обжигающую воду и излишний перетоп в квартирах. Однако в ТЭЦ уверяют, с их стороны нарушений нет. После того, как монополисты улечили в завышении температуры теплоносителя, на станции теперь строго выдерживают график, согласованный с администрацией города. Если в кране кипяток, все вопросы к управляющей компании. Проблема с горячим водоснабжением, она существует только в тех домах, где отсутствует так называемое устройство, это терморегулятор. Проблема это управляющие компании, на них воздействие, вот на эти терморегуляторы источник теплоты и сетевая компания сделать не может. Почему? Потому что подается одна и та же температура с источника и уже регулировка производится непосредственно на доме. Госжилинспекции подтверждают, за все, что происходит в доме, ответственна управляющая компания. Это она должна уметь регулировать системы так, чтобы вода в ранее была максимум 70 градусов, а жар в батареях не создавал в квартирах духоту. Как раз для этого и устанавливают терморегуляторы, которые при необходимости снижают температуру горячей воды. Так и в квартирах комфортно, и потребитель не платит лишнего. Но сейчас они есть не везде. Сейчас вот, которые дома вновь вводятся в эксплуатацию, там уже в проектном решении проектировщики это все закладывают. И у них такие вопросы, они не возникают, и минимальные претензии к управляющим компаниям. А данные вопросы в основном в домах, которые уже эксплуатировались порядка 20-30 лет. Но установить в каждом доме требуемый терморегулятор пока невозможно. А крайним в этой ситуации остается потребитель. Это он вынужден платить за несовершенство существующей системы. Тем не менее, поставщика тепла обещает проконтролировать Общероссийский народный фронт. Именно его активисты в конце прошлого года устроили публичный разнос Абаканской ТЭЦ за излишний перетоп. Чем больше они будут давать тепла, тем больше они возьмут денег с населения нашей республики, с города Абакана. Противопоставляем, постоянно провозим контроль температуры воды горячей, которая подается в теплосистему, и давление, чтобы оно не было избыточным. У владельцев квартир есть выход. Не ждать у моря погоды, когда власти сумеют разобраться с монополистами и коммунальщиками, а самим взять контроль над ситуацией. Жильцы дома могут скинуться на терморегулятор, стоимость которого окупится за несколько лет. Однако рассчитывать на такой сценарий пока не приходится. Ведь даже за осенний перетоп Абаканская ТЭЦ так и не вернула никому денег, потому что никто не подал заявление.